На сцене усадьбы Гребнева состоялся благотворительный концерт в поддержку жителей Курской области. Для зрителей выступили звезды 90-х. Музыка всегда помогала пережить сложные времена, объединяла и лечила душу. Среди приглашенных гостей вечера была Евгения Четверикова. Она с двумя детьми, старшему 8 лет, младшей 7 месяцев, приехала из поселка имени Карла Липкнихта Курской области. Говорит, что уехали сразу, как начались активные военные действия в Суджи. Были активно летать в вертолеты, начались активно прилеты, постоянно начали включать сирену. И мы решили приехать к родственникам в Щелково, переждать, скажем так. Муж остался там, потому что у него работа, никто ее не отменял. А мы приехали сюда, будем надеяться, что это скоро закончится и мы сможем вернуться домой. На благотворительном концерте был объявлен сбор средств в помощь пострадавшим в Курской области. Каждый мог перечислить деньги или положить их в ящик, установленный на территории усадьбы. Сложные времена рождают сильных людей. Наша сила в единстве. Это продемонстрировали люди, которые собрались в Гребневе в знак солидарности с жителями Курской области. Россия – это великая страна. И победа будет однозначно за нами. Россия! 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 На большой сцене под открытым небом состоялось еще одно важное событие. На этом же концерте в известный далеко за пределами нашего округа отряд «Корги» приняли нового члена. Вчера Андрей Алексеевич Булгаков подарил семью участников специальной военной операции на день рождения девочки Ариши, собачку. И мы сегодня торжественно принимаем в отряд слово хозяйки. Спасибо большое. Теперь мы будем в вашем отряде и обязательно будем участвовать в мероприятиях и помогать деткам, инвалидам и во всем. Спасибо огромное. Арина еще только привыкает к новому статусу хозяйки собаки. Это очень ответственно. Кличку выбрали вместе с мамой. Щенка назвали Ириска. Она умеет иногда идти по прямой дорожке. Уже на пеленку в туалет ходит и на травку. И она идет к маме, слушается. И гавкает. И меня. Арина немного волнуется. Ее вместе с новым четвероногим другом принимают в «Корги» отряд «Маруся и друзья». И это первый их выход на мероприятие. Основатель сообщества Леонид Юрьевич рассказал, какие обязанности будут у щенка Ириски в отряде. У щеночка просто выполняет требования и расти умной, достойной собакой. Рядом с местом жительства Ириски реабилитационный центр. Я думаю, что у нее все данные есть для того и у хозяйки, чтобы помогать особенным деткам. Сам Бог велел. Потому что мама сама медик. А папа участник специальной военной операции. У нас своя специальная военная операция. Помогаем детям, которым трудно. Ириску взяла под опеку собака-фронтовик, предводитель четвероногих «Корги» Маруся. В сообществе людей и животных, которые помогают людям, Арина тоже нашла новых друзей.